Когда мы приехали, нам как-то здесь сразу очень понравилось. Армянская наука, как и русская наука, они не такие богатые. Я думаю, что мы вам, конечно, несем в каком-то смысле, приносим вам опасность. Азербайджан сейчас этим пользуется, конечно. Общая атмосфера какая-то удивительно комфортная. Сегодня мы беседуем с Борисом Никольским, профессором отечности, который переехал в Ереван некоторое время назад и сейчас работает в Матэна-Даране. Про Матэна-Дарану обязательно поговорим. Давайте начнем с самого начала. Как и когда вы приехали в Ереван и насколько спонтанно было это решение, именно о том, чтобы выбрать в качестве дислокации Ереван? Ну да, но здесь как бы это решение две стороны. Во-первых, вообще уехать из Москвы, да, первое решение. И его мы принимали в большой спешке. Вот. Ну, когда началась война, мы стали выходить на демонстрации, участвовать в протестах. При том, что меня и моего сына недавно уже арестовывали, и поэтому нам грозила, ну, если не сразу уголовная статья, то, по крайней мере, очень большой административный арест. И как бы страшно было попадаться. Одновременно с этим невозможно было, естественно, спокойно сидеть и молчать, и не участвовать. В этом всем. Вот. Но как-то в какой-то момент стало понятно, еще когда я беседовал с моими друзьями, нам всем стало понятно, что вот эти обычные протесты, они уже просто не имеют никакого смысла, да. Когда выходит в Москве там 10-15 тысяч человек для человека, который, ну, для Путина, да, который убивает, там, десятки тысяч украинцев, да, эти наши митинги, они вообще ничто. И Москва вообще превратилась в страшный, совершенно фашистский город, когда около, почти каждого, около каждой станции метро в центре стоят автозаки, всюду полиция, хватают всех, кто хоть вообще хоть что-то пытается сделать, там, что-то показать, какую-то сумочку, на которой написано, нет, войне тут же хватают. Вот. И как-то, ну, в общем, мы, на самом деле, осознали свое бессилие. И первая мысль была, что, в общем, как бы это наше поражение, да, и мы уже ничего не можем сделать. То есть, на самом деле, сейчас такой момент, когда уже должны делать не мы. Мы, не знаю, свою роль там выполнили, не выполнили, скорее не выполнили, пытались выполнить, да, но сейчас уже совсем другой момент. И одновременно с этим прошел слух в Москве, что закрывают границы, что будут закрывать границы, вот. Что объявят мобилизацию, и стало и страшно тоже за сына особенно, да. Вот. Причем речь была о том, что это может произойти просто вот буквально в течение нескольких дней, и, в общем, тогда мы решили уехать. Ереван вначале мы выбрали довольно случайно, ну, потому что просто это проще всего. Летают прямые самолеты здесь, в Ереване, там, работают карточки МИР, да, при том, что санкции против всех наших карточек, банков и так далее. Здесь, да, хоть как-то можно пользоваться нашими русскими счетами. Вот. Ну, была такая мысль, что, может быть, мы вначале в Ереван, а потом отсюда переедем в Тбилиси. Но когда мы приехали, нам как-то здесь сразу очень понравилось. Просто, на самом деле, первое ощущение было, когда мы прилетели. Мы еще долго не могли улететь из Москвы, и тоже непонятно было, почему задерживают рейс. Потом уже мы узнали, что это чисто техническая задержка, из-за того, что самолеты перестали летать над зоной боевых действий. Тут сбилось расписание, и поэтому их задерживали сильно. А мы боялись, что, может быть, так, тайный приказ уже закрыть границы, даже нас вообще не выпустят. И вот мы провели целую ночь в аэропорту, не понимая, улетим мы, не улетим, будут ли летать самолеты, не будут летать. И потом мы прилетели в Ереван, увидели здесь улыбающихся пограничников. Первое просто желание было вообще обнять их и расцеловать. И вот это какое-то ощущение очень большой доброжелательности к нам со стороны Ереванцева, оно, конечно, было очень сильным. Вы переехали всей семьей, да? Да, мы переехали всей семьей. Нас пятеро, еще друзья моих детей. В общем, короче говоря, тут большая компания, целый такой табор у нас. То есть идеи дальше двигаться в Табелесе уже нет? Нет, нет, дальше в Тбилиси нет. Дочка у меня переехала в Тбилиси, потому что у нее там друзья, она в прошлом году провела довольно много времени там. Вот, она уехала туда со своей компанией, а мы все остальные остались здесь. Сейчас вот тема переезда русских в Ереван, она одна из самых популярных, ну и в медиа, и в обществе тоже. И, конечно, есть очень много и стереотипов, и каких-то историй. Вот мне интересно, если бы вы могли бы так вкратце выделить, что вам однозначно нравится, а что, скажем так, напрягает, что можно было бы поправить, чтобы людям, которые приехали сюда, было бы более комфортно. Ну, вы знаете, здесь как-то, нужно знать, каких-то специальных действий, да, в общем, странно в нашей ситуации. Ну, вообще, в принципе, да, общая атмосфера какая-то удивительно комфортная. Мы не ожидали, конечно, такого, но это еще, наверное, связано с тем, что между Арменией и Россией хорошие, да, всегда были отношения, поэтому, в принципе, хорошее отношение к русским. Вот, и замечательно, что сразу все готовы помочь. То есть эта доброжелательность, это не только улыбки на улице, там, помощь в магазине, это не только прекрасное знание русского языка, но и какая-то реальная помощь, да, потому что, как только вот я сказал, что я хочу здесь остаться и поискать работу, да, тут же мои нашлись коллеги, которые в Матанадаране сделали все, да, для того, чтобы... Потому что понятно, что Армения, как и Россия, армянская наука, как и русская наука, они не такие богатые, да, чтобы выделять там тут же дополнительные ставки, но, тем не менее, вот тут же, да, были готовы мне помочь, меня взять, и не только помочь деньгами, но и любая профессиональная помощь, которая мне нужна, они тут же мне оказывают. Так что вот это, конечно, это замечательно, и это какая-то удивительная черта, наверное, именно вашего народа, потому что, ну, я много был, да, в разных странах, вот такой степени открытости и доброжелательности я нигде не встречал. Вот, но то, что, как бы, мне не очень симпатично, тоже я могу сказать, но это тоже, да, это не та вещь, которую, как бы, можно изменить. Это все-таки со стороны многих из вас, может быть, в меньшей степени, чем в России, там, слава богу, но тем не менее, все равно достаточно много людей, там, поддерживают Путина, например, да, и при этом это, как бы, вот мы, например, едем с таксистом, да, таксист начинает со мной говорить на политические темы, понимая, что я русский, вот, начинает сразу хвалить Путина, ругать Украину и так далее, но при этом это никогда не переходит в агрессию, если он понимает, что я придерживаюсь противоположных взглядов, да, то есть всегда все-таки мы заканчиваем нашу поездку на словах, там, нет войны, война, это в любом случае плохо, независимо от того, кто там прав, кто это все устроил, вот, но это, как бы, ну, так оно сложилось, в конце концов, нам, нам ли жаловаться, да, в России огромное сейчас большинство, как я понимаю, поддерживает войну, так что тут... Вы вот как раз подвели меня к моему следующему вопросу, о котором я писал в колонке, которую я написал сразу вот после того, как начался, да, поток, поток россиян в Армению, что понятно, что, наверное, подавляющее большинство тех людей, которые приехали в Армению, они, мягко говоря, не являются сторонниками Путина, конечно, оборот, и понятно, что в определенный момент это может стать для Армении политической проблемой, с учетом двухсторонних отношений, с учетом той ситуации, которая есть в Арцахе, и особенно на фоне обострения последних дней, и я думаю, что здесь мы наблюдаем уникальную ситуацию в том, что люди вынуждены делать выбор между своими какими-то внутренними ощущениями и политической целесообразностью, да, то есть вот если мы говорим о реалполитик, и, к сожалению, в последние годы мы не слишком этим увлекались, я думаю, это одна из причин того, что мы оказались в той ситуации, в которой находимся сегодня, но сегодня, мне кажется, что есть люди, которые понимают, да, что у нас просто нет другого выбора. Ну да. И вот мне интересно, есть ли это понимание у вас, у людей, с которыми вы общаетесь, из тех, которые приехали в Армению, что, естественно, я не призываю вас к самоцензуре или какой-то осторожности, но, мне кажется, как минимум понимание наличия этой проблемы, это достаточно важно как для вас, так и для нас. Да, да, спасибо, и я вот понял это, когда прочитал вашу статью, да, я недооценивал, конечно, этой проблемы раньше, хотя бы, в принципе, это, конечно, совершенно логично и понятно. Вот. Да, я думаю, что мы вам, конечно, несем в каком-то смысле, приносим вам опасность, да, и это безусловный факт, но, с другой стороны, мы настолько сейчас не знаем, как силы, политические силы в нашем регионе распределяться вот в ближайшее время, даже в ближайшие месяцы, да, потому что это все зависит от хода войны, который для России очевиден сейчас, который идет очень неудачно, и насколько будет сильна Россия, какая будет власть в России, и вообще будет ли у России какая-то возможность, скажем, помогать Армении, да, в случае конфликта. Я думаю, что Азербайджан сейчас этим пользуется, конечно, да, последние вот эти самые действия, да, активизация Азербайджана в Арцахе, она сейчас, в общем, в какой-то степени, конечно, связана и с Российской войной. Да, ну, конечно, мы, в принципе, мы недооцениваем, да, потому что у нас, как бы, своя беда, с которой мы едем, вот, и поэтому спасибо, что благодаря вашей статье я как-то, ну, стал об этом думать, да. А такой вопрос, вот, я думаю, вы, наверное, в разговорах и с таксистами, и с другими людьми, я думаю, что вам в той или иной форме высказывалось определенное недовольство тем, как повела себя Россия во время войны 2020 года, да, во время Второй Каравахской войны, и опять-таки, если можно, вот, ну, понятно, что обобщенное мнение всех приехавших вы вряд ли передадите, но есть ли у людей понимание, что, да, вот, война, это всегда плохо и всегда ужасно, и вне зависимости от того, то есть, какова политическая ситуация, условно говоря, понимают ли люди, что вот в 2020 году Армению стоило бы поддержать, чего очень многие не сделали. Конечно, конечно, это, ну, это мы прекрасно как раз понимаем, и, между прочим, вот, отвечая на ваш прошлый вопрос, да, про то, что вы в большой степени, там, зависимы, да, от российского правительства, просто в силу этой самой реальполитик, да, с другой стороны, готовы были бы нас по человеческим принять, и вот последняя война показала, что все-таки на российское правительство особенно надеяться не стоит вам так же, как и как бы нам. Вы знаете, здесь даже речь не столько о правительстве, вот, в сентябре 2020 года, когда началась война, и когда она длилась вот эти зловещие 44 дня, в принципе, я могу ошибаться, но я не помню ни одного представителя российской русской интеллигенции или медиа-активной персоны, который бы высказался в поддержку Армении, тому тоже есть множество причин, и мне кажется, что здесь речь идет не столько о политических вопросах, сколько о, вот, именно, типах, типах, да, контактах. Ну, здесь я, поскольку, как бы, в такой большой политике, да, и в какой-то публичной общественной жизни все-таки не очень участвую, да, потому что я занимаюсь там своей наукой, просто в политическом смысле делаю то, что приходится делать, да. Вот, ну, по крайней мере, что касается меня лично и моих ближайших друзей, мы очень много обсуждали, в том числе и обсуждали в социальных сетях то, что происходило тогда. Да, здесь наше, конечно, мнение тоже не может отражать вообще в принципе мнение московской интеллигенции, потому что у меня и вот у моих каких-то ближайших московских друзей очень много друзей-армян, поэтому у меня, как бы, мои чувства еще в этом, конечно, с этим были связаны. Вот, но, ну вот, насколько, да, насколько в наших собственных силах было, да, мы и деньги собирали на помощь беженцам, и бесконечно постили информацию об этих событиях, понятно, что мы мало что можем сделать, да, вот. Что касается, как бы, таких высказываний общественно значимых людей, да, то да, да, наверное, не было, да, тут, что я могу только как бы извиниться за это, ну, потому что я, ну, сейчас уже, как бы, объясняю это немножко со стороны, возможно, потому что наша оппозиция, собственно, наша интеллигенция, в большой степени это и есть оппозиция, да, настолько вот озабочена собственными проблемами, собственной ситуацией, что я уверен, что там огромная ее часть, огромное большинство, конечно, их симпатии были на стороне Армении в этот момент, и у нас даже были какие-то дискуссии с редкими, какими-то моими вот коллегами или знакомыми, которые не то, что даже высказывались за Азербайджан, а вот ругали нас, что, ну, как же так можно, вот, однозначно, да, быть на стороне Армении, на что мы объясняли, что, ну, да, ну, есть такие моменты, когда нужно быть независимо, даже от каких-то, от анализа политической ситуации, да, вот, как бы, свой-не свой, здесь, как бы, здесь ничего не поделаешь, и по-человечески, конечно, мы были вместе с Арменией тогда. В сентябре вот прошлого года, когда была первая годовщина войны, я пытался тоже проанализировать, что и как, почему случилось, у меня была серия статей, одна из них была вот именно, ну, в том числе и на тему отношений России, и я думаю, что мы должны сделать свою часть работы, армяне, живущие в Армении, и признать, что мы на самом деле за последние 10-20 лет сделали очень мало для того, чтобы россияне, люди, живущие в России, нас узнали лучше. И мне кажется, что здесь есть объективные причины, потому что то поколение, которое было активно в советское время, оно уже не так активно в силу возраста, а более молодые люди, опять-таки, по ряду объективных причин, они просто не очень хорошо знают, и для них Армения – это, ну, какая-то заграница, как и многие другие. Я вот писал, что, условно говоря, вот то поколение россиян, для которых была культовая книга Андрея Битта в уроке Армении, оно, ну, если не ушло, то оно уже погоды не делает, а условий для того, чтобы появились условные новые уроки Армении, мы сами не создали. И поэтому в этом ключе я думаю, что такой большой приток образованных людей из России, которые сейчас находятся в Ереване, он будет способствовать вот именно решению этой проблемы. Несомненно. Несомненно. Ну, вот что касается меня и моего какого-то ближайшего московского окружения, вот нашей связи с Арменией, нашей симпатии к Армении, ну, потому что, скажем, уезжая, да, ну, для меня, я не знаю, может быть, это не очень политкорректно, конечно, говорить, но для меня, скажем, не могло быть выбора, вот там, скажем, Еревана или Баку, да, ну, понятное дело, что только Ереван, вот. И я думаю, что это следствие моих связей вот с армянами, которые уезжали в начале 90-х годов, которых довольно много оказалось в Москве, и которые как бы вошли в наш круг и стали нашими близкими какими-то друзьями, да, мои дети учатся в школе с детьми, вот, как бы этих армян, уехавших тогда, и в университете я учился с армянами, и, ну, да, вот как-то так получается, что связи между нашими странами устанавливаются в момент беды, в момент вот такой вот вынужденной, да, эмиграции, вначале в одну сторону, сейчас в другую сторону. Я надеюсь, что все-таки в конце концов в России должно там что-то образоваться, да, и люди, уехавшие сейчас там в большой степени тогда вернутся назад, но как бы память вот о Ереване, конечно же, у нас у всех останется, независимо от того, как сложится наша судьба. Вот мы беседуем с вами 25 марта, и вот именно вот в прошлую ночь было серьезное обострение ситуации в Антархе, есть жертвы, и противник снова использует и ударные беспилотники, и есть, к сожалению, потенциал расширения этого конфликта, и вот опять-таки, да, такая, мне кажется, что это двоякое ощущение, с одной стороны, вы, ну, если можно так сформулировать, бежали от войны не в смысле того, что вам была прямая угроза вашей безопасности, потому что вы были не согласны с этим решением. И сегодня вы живете в стране, которая позже находится в состоянии войны, я думаю, вы знаете, что там Даги Расха, которая регулярно обстреливается, там час езды из Еревана на границе с Турцией, того меньше, вот, чисто по-человечески, как, какие ощущения? Война все время, она где-то рядом. Да, война все время рядом, но есть огромная разница, ты себя ощущаешь, ну, как бы, частью агрессора, или ты себя ощущаешь на территории, которая агрессии подвергается. Там, второе ощущение, может быть, оно, как бы, более опасное, да, но оно несоизмеримо просто с ужасом, когда ты находишься, как бы, внутри агрессора, тебя, ну, и другие все воспринимают как часть этого самого агрессора, и ты сам себя так же не можешь не воспринимать, да, поэтому здесь это два, ну, совсем, что ли, разных ощущения. То есть я прекрасно, как бы, сравнивая нас, например, с украинцами, украинцами, которые убегают от войны, да, как бы, безусловно, они в жуткой ситуации, то есть они убегают просто вот от реальной, там, смерти, гибели и так далее, и, там, ну, мне, конечно, ни за что бы не хотелось бы, там, подвергнуть мою семью такой опасности, чтобы вот они оказались в такой роли, но люди, которые, там, мужчины, которые берут оружие, чтобы защищать свою родину, да, вызывают во мне огромное уважение, и я, как-то есть у меня такое ощущение, что я бы мечтал бы оказаться вот на месте их, а не на том месте, на котором я оказался в России, да, вот, при всем том ужасе, да, то есть я, конечно, не хочу сказать, что они в лучшем положении, что ли, чем мы, безусловно, в тысячу раз худшем, но вот где-то в каком-то чисто человеческом смысле, да, я им немного завидую, да. Расскажите, пожалуйста, вот формируются какие-то сообщества, вот переехавших россиян или вам по интересам? Да. Понятно, что в виртуальном пространстве, я знаю, что там есть очень многие чаты с несколькими тысячами человек, а вот в оффлайне, конечно, расскажите, это очень интересно. Конечно, конечно, формируются, и, с одной стороны, они формируются через эти чаты, ну, во-первых, мы здесь все время встречаем наших знакомых, друзей московских, да, это, конечно, удивительно, я прихожу в Матанадаран, и первый, кого я вижу, это человек, с которым я там несколько лет проработал на одной кафедре, вот, в высшей школе экономики, да, вот так, да, то есть просто один из ближайших моих коллег, вот. Конечно, замечательную роль играют эти чаты в социальных сетях, потому что они позволяют, ну, хотя бы мы узнаем, кто из наших здесь, да, вот. Вот, и что очень важно, то, что армяне пытаются создать вот некий такой круг, где бы общались мы вместе, мы уехавшие, и принимающие нас армяне, или просто знакомящиеся с нами армяне, для того, чтобы нас как-то интегрировать в армянскую культурную жизнь, чтобы нам помочь, в первую очередь нам помочь, это тоже, конечно, здорово, да, потому что есть идея, да, что уж коли мы здесь оказались, да, то нас как бы можно использовать для того, чтобы все-таки какую-то пользу армянской культуре принесли, но первое, что от нас хотят, это не использовать нас, а, да, чем вам помочь, да, вплоть до каких-то бытовых вопросов. Вот, ну да, и мы уже встречались и вот с образовательным радио армянским, и с моими просто ближайшими коллегами в моей области, с другой стороны, есть какие-то проблемы, которые нам предстоит решать, потому что, ну, скажем, у многих из нас дети, которым нужно ходить в школы, да, сейчас какое-то нам немножко повезло в смысле времени года, потому что сейчас весна, скоро летние каникулы, и, в общем, сейчас можно особенно не заботиться, у нас есть там хотя бы 5-6 месяцев, вот, но потом что-то нужно будет придумать, и уже придумывают уехавшие, потому что уехало довольно много и учителей, и детей, то есть уже можно образовывать собственные школы. Я правильно понимаю, что действительно очень много представителей именно творческих профессий? Ну, конечно, конечно, в первую очередь они и уезжали, и, ну, собственно, потому что они составляют основную часть оппозиции, да, ну, вот, когда мы улетали из Москвы, да, вот, ощущение в самолете, у меня был самолет, как бы делился на две части, причем две части не контрастирующие, но при этом все равно было понятно, что это две части, во-первых, это участники демонстраций, вот абсолютно те же лица, что мы встречали на демонстрациях, были в самолете, и вторая часть – это молодые люди, интеллигентные молодые люди, лет 25, которые уезжали от возможной мобилизации, да, вот как бы вот два, что ли, каких-то направлений, больших, больших сегментов, да, да. Наверное, кто-то бежит от, там, бедности и санкций, но я думаю, что даже скорее не столько от бедности и санкций, сколько, там, скажем, от невозможности там продолжать, физически продолжать работу, да, из-за этих санкций, из-за того, что в Москве закрываются фирмы, при этом из Еревана эти же фирмы могут работать, то есть есть и такая группа таких, как бы экономических беженцев, но при этом огромная часть беженцев не от санкций, они никак не связаны с экономикой, вот как бы две главные причины – это отвращение к тому, что происходит в России, да, и к внешней политике России, к тому, что происходит внутри России, потому что эти, там, свастики, зеты, это же все становится какой-то ежедневной жизнью. Это, с одной стороны, бессилие, да, это изменить вот нашими уже средствами и опасность от того, что теперь любое вообще движение, любое высказывание грозит уголовной ответственностью, а молчать мы не привыкли все-таки, да, наша жизнь прошла более какие-то счастливые годы, мы привыкли говорить, вот, ну вот, вот это главная причина. И расскажите мне, пожалуйста, чем вы занимаетесь Матайна-Даране, то есть я правильно понимаю, что вы каждый день ходите туда на работу или… Ну, нет, пока все-таки не совсем так, потом работа научного сотрудника, это, ну, она не обязательно предполагает, что мы каждый день куда-то приходим, да, ну, мне предложили это место, да, чтобы в какой-то степени мне помочь, с другой стороны, чтобы я мог как-то тоже хоть что-то сделать, да, со своим знанием древнегреческого для сотрудников Матайна-Дарана, вот, и мы выбрали тему, которая близка моим научным интересам молодости, я уже от этих тем отошел, которая при этом интересна для сотрудников Матайна-Дарана, просто поздние, некоторые поздние греческие авторы с философскими всякими интересами, скажем, Филон Александрийский, их переводили на армянский язык в V-VI веках, в самом начале армянской письменности, они сохранились, какие-то тексты только по-армянски, какие-то тексты и по-гречески, и по-армянски, вот, и сейчас вот у нас идея сделать критическое издание греческого текста и армянского перевода, так что я, естественно, занимаюсь греческой, как бы, частью, но при этом я начал понемножку учить древнеармянский, чтобы тоже как бы не совсем быть невежественным вот в этой второй половине, а специалист по древнеармянскому делает как бы армянскую часть, вот, так что, в общем, такая интересная тема, и... И, если я правильно понимаю, это такая обширная работа, то есть... Да, обширная работа... Во времени она достаточно... Да, 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 конечно, это обширная работа, и, с другой стороны, мне очень как-то хочется, как я здесь оказался, использовать это не только для решений каких-то там бытовых, проблем, но и для того, чтобы как-то свою профессиональную жизнь обогатить, что ли, да, и вот знание древнеармянского и древнеармянской культуры, оно, конечно, мне очень поможет, а его только здесь я и могу по-настоящему получить, так что, в общем, я очень... В этом смысле я благодарен судьбе, да, что я здесь оказался. Знаете, интересно получилось, вот колонка, о которой я говорил, которую я писал вот в первые годовщине войны, она там... Там было три части, и третья называлась, что нам следует создать глобальный матей-на-даран. Идея была в том, что поскольку у нас сейчас, к сожалению, hard power не очень много осталось, но есть soft power, вот это именно матей-на-даран, и там у нас есть действительно уникальные специалисты и по восстановлению рукописи, и я писал о том, что можно будет просто пытаться это масштабировать и как бы вынести матей-на-даран за пределы Армении. И очень интересно, что вы сейчас фактически вот занимаетесь чем-то именно тем, о чем я писал. Это очень интересно. Я желаю вам удачи, я понимаю, что насколько бы вам комфортно здесь не было, все равно вам в душе некомфортно. И я думаю, что наши соотечественники просто будут стараться как можно больше условий создать для того, чтобы несмотря ни на что вам все-таки здесь было максимально комфортно. Спасибо, спасибо вам. Спасибо. Спасибо.